Перед реставраторами стояла сложная задача. Максимально сохранить все ценные элементы и аутентичные конструкции. Задача усложняется тем, что год назад в Литературном музее имени Горького случился пожар. Несмотря на сложности, все кропотливые работы, такие как восстановление искусственного мрамора у главной лестницы музея, в скором времени завершатся. Если приглядеться, видны швы. Все состоит из небольших отрезков. Все собирается целиком. Каждый шов примерно таким же принципом отмазывается. Потом это красим. Ставим заделку. Это воссоздание по месту сколов, утрат, трещин. Составом гипсового на краевой основе. Вот видите, там уже рисунок, вот уже чистовая красота какая, ну как бы появляется. И скол будет готов. Это финиш, вот эта красота, которая... Вот это все к первому автору. Да, 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 да. Вот эта вот часть, вот эта вот здесь, да, вот включая до той, вот эта вот зона вся будет, честно говоря. Это самое важное, наверное, одно из самых важных, вот этот искусственный мрамор, это парадная часть. Но под цоколь тоже надо работать. Цоколь у нас на пожар вообще не затронул, но только пролили. Там, собственно говоря, можно ускориться и нужно ускориться. По словам подрядчика, перед началом работ специалисты внимательно изучили конструкции помещений и цветовую палитру, чтобы результат работ максимально соответствовал первоначальному облику музея 18 века. В процессе реставрации местами открылись спрятанные до этого времени детали и материалы. В процессе выполнения работ были выявлены такие работы, как искусственный мрамор после детальных расчисток. И специалисты мастерской в Санкт-Петербурге, это наши специалисты, выполняют и практически уже завершают данные виды работ. Ввиду того, что работы данные не производились, было выполнено тщательно обследование основания, и это основание деформировано, вот, деструктировано, деформировано. Поэтому расчистка велась вплоть до полной очистки, до дранки, основания, и все это основание в данный момент восстановлено. Зданию все-таки 150 лет. И, конечно, такой глубокой реставрации еще не было. Работы идут сейчас и на фасаде очень активно. Закончим скоро крыть кровлю, поправим венцы. По внутренним работам идет, значит, установка черновых полов, значит, подготовка на первом этаже полов к реставрации, значит, расчистка белого зала и расчистка бархатного зала идет. Общий объем работ завершен на четверть. Обнаруженные в процессе реставрации скрытые дефекты вносят коррективы в сроки окончания работ. Часть помещений в связи с выявившимися новыми обстоятельствами, да, мы будем дополнительно проводить дополнительные работы на качественной реставрации. Готов практически дубовый зал, опять же, держит окончание работы, держит то, что необходимо дополнительные работы по кровле провести. В целом подрядчик качественно выполняет свою работу, я сегодня это оценил. Дал, конечно, поручение ускориться по тем помещениям, которые не затронул пожар. Да, это цокольное помещение. Там есть возможность ускориться, что и будет сделано по департаменту культуры, департаменту строительства, капитального ремонта. В еженедельном режиме, по моему поручению, контролирует ход производства работы. Кроме литературного музея имени Горького, в рамках подготовки к 800-летию города в Нижнем Новгороде реставрируют особняк купца Бугрова, дом детского творчества имени Чкалова, усадьбу Добролюбова и дом Павловой на Щелковском хуторе, а также жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры. Мария Бурова, Время новостей. Мария Бурова, Время новостей.